В присутствии врача-рентгенолога выбираем протокол исследования. На нашем томографе есть несколько протоколов исследования. Это аорта турбофлэш. Это когда мы аорту смотрим одномоментно, сканирование идет в течение трех секунд, сразу грудной и брюшной отдел аорты. Такое можно делать пациенту, если у него невысокий ЧСС и он не толстый. Если пациент крупный, то мы ему берем сшивающую аорту, про которую я тоже чуть-чуть попозже расскажу. Торакс, аорта и КГ. То есть, опять же, грудная аорта у нас смотрится с КГ, брюшная – без КГ. Еще у нас есть протокол ТАВИ. Особенность его отличия от обычной аорты. Тут просто мы перед введением контраста мы смотрим без контраста кальций-споринг. Выбрали нашу программу. Грубо говоря, пускай это будет турбофлэш. Топограмма крайне акулодальная. Топограмма крайне акулодальная. Зона сканирования от максимальных отделов брахиоцефальных артерий до нижней третьей бедра. При мониторинге на бифукацию трахеи автотриггер на восходящую аорту 100-120 хаусфельд. Выполняем зон сканирование от проксимальных отделов БЦА до средней третьей бедра. Одномоментно вводим контрастный препарат. У нас это запускается с одной кнопки. То есть у нас на нашем новом аппарате сканирование исследований и введение контраста запускается с одной кнопки. Аппарат проводит мониторинг автотриггера. Когда концентрация контраста в аорте достигнет 120 хаусфельд, аппарат начнет сканировать сканирование выступленной зоны. Автоматическая команда на выход, на выдох. Спрашиваем пациента о его самочувствии. Проверяем качество выполненного исследования. Критерием правильности выбора данного исследования это законтрастированность артерий в зоне интереса и отсутствие двигательных артефактов. Закрываем исследование. Еще раз спрашиваем пациента о его самочувствии. Вывозим у аппарата отсоединяем его от болезненного шприца и ПГ-датчиков. Пациент может встать, одеться. Катетер не снимаем в течение 30 минут, чтобы исключить отсроченную аллергическую реакцию. Далее ждем обработки исследований. Вот методика комбинированного протокола. Если мы смотрим грудной и брюшной отдел по отдельности. Минимальная техническая задержка между... Грудной отдел мы смотрим синхронным, брюшной без. Между синхронизированной и несинхронизированной порядка пары секунд. Проверяем исследование. Проводим мы исследование на одной команде задержки и использование одного болюсо-контрастного препарата. Перед тем, как начать сканирование, мы сопоставляем зоны сканирования грудного и брюшного отдела. Сопоставляем параметры сканирования у нас. Они вот отмечены вот так. То есть у грудного и брюшного отдела они должны быть одинаковые. Сопоставляем границы двух фаз сканирования. Они не должны накладываться друг на друга и между ними нет расстояния. Получение максимально контрастированной аорты на всем протяжении это успех самого исследования и полное сопоставление объема данных в постпроцессионговой обработке. Вот так мы сшиваем аорту. И вот так вот у нас получается. По поводу того, как мы рассчитываем контрастный препарат для данного вида исследования. При помощи двухколбового инъектора используем трехфазное введение контрастного препарата. Все это нужно для того, чтобы растянуть введение контраста и наполнение его в аорте. Последующий болюс будет и с физраствором. Значит, первая фаза. У нас здесь ничего не меняется. Здесь идут 5 секунд на задержку дыхания. Вторая фаза, если мы смотрим весь протокол, значит, если мы смотрим флеш-протокол, значит, вторая фаза у нас идет на сердце, чтобы не было артефактов. Здесь мы берем скайта 4 секунды. К ним ничего не прибавляем. И введение фазы. Третье введение фазы брюшной отдела орты. Скорость мы здесь не меняем. Тут так идет 3,5 секунды. Объем рассчитывается по времени. Скай тайма плюс отсрочка и плюс 2 секунды. Вот. 2 секунды скай тайма, задержка. И 2 секунды. Получается 12 секунд сканирования. По поводу физрастворения ничего не меняется. Немножко отступлю от этого и расскажу. В нашем центре мы делаем КТ, ангиографию детям. Для того, чтобы ее хорошо сделать, детки у нас маленькие, только новорожденные, мы используем укладку. Для получения более качественной используем укладку. Она обеспечивает нам надежную, бережную фиксацию малыша, снижая риск появления двигательных артефактов и облегчает тем самым работу анестезиолога. У таких деток на первом дне жизни как таковое анестезиологическое пособие не требуется, но присутствие анестезиолога во время исследования обязательное. Доступ у этих деток через вены нижних конечностей, так как основной задачей является визуализация сосудов аорты. Соответственно, контраст, выступающий из вен верхних конечностей, будет провоцировать возникновение большого количества артефактов от гиперконтрастированной крови в верхней полой вене и поперечной вене. Обязательно мы устанавливаем им ЭКГ-синхронизацию. У деток стабильный синусовой ритм дает возможность сделать более качественные исследования без двигательных артефактов от пульсации. Контраст. Количество контраста чаще всего используется от 1 до 2 мл на килограмм. Сколько можно вводить вам, можно посмотреть коннотации своего контраста. Обязательно перед исследованием надо убедиться, что в линии контраста при расчете объема его учитывать. Для ребенка 3-4 кг от 6 до 8 мл достаточно для оптимального контрастирования. Остальное это болезнь физраствора. Скорость введения контрастного вещества чаще всего у таких детей зависит от того, какого диаметра у них стоит катетер. Чаще всего это G20 желтого цвета с возможностью введения от 10 до 20 мл в минуту. Первичное исследование у таких детей выполняется в 3 фазы. Повторное зависит от эпикриза. Врач-рентгенолог сам выполняет исследование либо находится рядом и дает четкое указание по ходу исследования. Трекер у них ставится на воздух и сканирование начинается с ручного запуска скана кнопки после полноценного заполнения правых камер сердца. С учетом скорости движения стола и минимальной стартовой задержки именно в этом случае будет достигнуто оптимальное контрастирование всех камер сердца. Спасибо за внимание. Виктория Алексеевна, спасибо большое за Вашу презентацию, за Ваш доклад. У нас возникли вопросы. Сначала мы зададим, а потом вопросы из чата. Давайте сначала про взрослых. Когда мы не можем выполнить КТ, ангиографию аорты, есть какие-то условия, при которых мы не будем делать это исследование? Если у пациента есть аллергические реакции. Хорошо. А как-нибудь влияет частота сердечных сокращений на исследование? Частота сердечных сокращений влияет, но у нас же установлен новый томограф, благодаря которым у нас есть очень много протоколов. Если у пациента есть аритмия, у нас есть специальный протокол для этого. Если у пациента высокий пульс, для этого тоже есть отдельный протокол. Хорошо. А до установки нового томографа что вы делали с такими пациентами? Смотрели как есть. То есть на высоком пульсе и на высокой частоте? Нет, урежали. Если это пациент амбулаторный, то его могли урежать в стационаре где-то? Либо в стационаре, либо отправить его к терапевту. То есть получается, что при высоком пульсе и частоте сердеческого вращения в принципе исследование не выполняется? Ну вообще нет. Ну вот. Это вы хотели услышать. Это первый вопрос. И второй вопрос. Вы сказали, что новорожденным детям введение контрастного вещества когда мы делаем ангиографию аорты 8 миллилитров. 6-8 там было. 6-8. Это я проговорила, ну я сказала, что надо смотреть аннотацию к тому контрастному препарату, на котором мы работаем. Я смотрела аннотацию к контрастному препарату, там было написано 2 миллилитра на килограмм ребенка. 2 миллилитра? Получается, если ребенок 4 килограмма, равняется 8 миллилитрам контраста. И физрастворы сколько? Ну оставшиеся 3-4. А часто вы смотрите детей? Каждый день. Каждый день у вас проходят дети такие? Да. И у нас есть вопросы из чата сейчас. Владимир Вячеславович зачитает их. У меня тоже был свой вопрос, но давайте с чата начнем. Во-первых, меня беспокоит, что Артур Сергеевич что-то заглох после того, как мы ему сделали замечание. Но вы активируйтесь, Артур Сергеевич. Так, вопросы Витория Алексеевна к вам. Без ЭКГ-синхронизации нельзя ли выполнить исследование? Вот у нас, например, нет ЭКГ-синхронизации, а мы выполняем. Что вы скажете на это? Я скажу, что без ЭКГ-синхронизации к нам поступает очень много пациентов, и врачи отсылают обратно к нам на отделение, чтобы мы переделали пациенту исследование, потому что они не могут посмотреть его в связи с тем, что там двигательные артефакты. Мне кажется, что надо Татьяну Владимировну, которая это предлагает, пригласить и выступить на Невском форуме, чтобы она поделилась своим лайфхаком, как это они делают и что у них получается. Это же получается лишняя лучевая нагрузка на пациента. Ему сделают где-то, потом еще. какие-то есть секреты, пускай поделятся, а может мы переймем, а будем в Алмазово делать вот так, а? Как вы думаете? Ну и наболевшего, нет, сначала вот тут внизу написано от Валентины Викторовны, спасибо за интересный доклад, как вам нравится такое вот, да, здорово, да? Потом Елена Ивановна Зайцева говорит, поясните, пожалуйста, это больной вопрос вообще, каждой нашей встречи, кто обеспечивает постановку периферического катетера? Ну, постановку периферического катетера обеспечиваем мы, потому что мы помимо рентген-лаборантов, мы процедурные медсестры. У вас есть соответствующий документ? Да. Вот, вот, ну ладно, вы все ответили, у меня к вам последний вопрос, вот скажите, лаборант это призвание или можно научиться? Мы научились, мы еще, мы не то что научились, мы еще учимся, мне кажется, это постоянная учеба. То есть без вариантов пришел, научат, будешь работать. Ну, да, это же как на учебе говорили, когда мы только учились на лаборантов. Первый год, это будет самый ужасный год, потому что тебе будет говорить все самое нехорошее, что ты делаешь все неправильно, а потом у тебя приходит опыт. Вот у врачей наоборот, они через год считают себя пупом земли, грубо говоря, ну извините, я пуп земли, я пуп земли, потом через два года что-то я был хуже, вообще, что я такое говорил, я же был ужасен год назад, потом еще приходит еще год, вообще я был ужасен два года назад, то есть наоборот идет в другую сторону все, а у лаборантов правильно все идет, по нарастающей. Спасибо, Виктория Алексеевна, здоровский доклад, да? Да. Переходим к следующему. Или вы что-то хотите сказать? Уже все. Нет, я хотела сказать, что если какие-то были недочеты, а их было очень много, я, конечно, извиняюсь, потому что это мой первый доклад, я еще ни разу не докладывала, и у меня не было такого опыта, так что извините. Тогда мы вас поздравляем с вашим первым докладом. Нет, все было замечательно на самом деле. И мы, да, мы хотим, чтобы вы продолжали свои выступления, совершенствовали их, рассказывали нам что-то новое, поэтому мы вас будем приглашать. Хорошо. Вот. Спасибо вам за выступление. Спасибо большое, Леонид. Всего доброго. Спасибо большое, Виктория Алексеевна. Я тоже присоединяюсь к Варе Геннаде и говорю, что давайте выступайте, мы вас так просто не отпустим. У нас каждый лаборант на весь золото. Все-таки мы стремимся, чтобы лаборанты выступали. Следующий докладник Шевкунов Лариса Геннадьевна. Избранные лайфхаки в работе рентген-лаборанта и рентген КТ и МРТ. Пожалуйста. Добрый день, уважаемые президиумы, уважаемые участники сегодняшнего конгресса. Так откуда берут свои корни лайфхаки в работе рентген-лаборанта кабинетов КТ и МРТ? Конечно же, все идет из классического рентгена. Но на курсах нам преподают классический рентген, а он богат своими хитростями, так как история длится уже более века. А такие молодые дисциплины, как... А чем листается? А такие молодые дисциплины, как КТ и МРТ, преподаются в большинстве случаев поверхностно. И нас чаще всего знакомят с устройствами аппаратов КТ и МРТ, и говорят, что всему остальному вы научитесь на рабочем месте. Вот и моя история такая же. Я пришла работать уже в КТ и МРТ, имея опыт рентген-лаборанта классического рентгена многопрофильной клиники, и многие знания классического рентгена пригодились мне в работе на КТ и МРТ. Так как я пришла учиться и практически сразу начала работать на новом аппарате МРТ, учили меня всему не лаборанты, а врачи-рентгенологи. И самым сложным в первые же дни оказалось разобраться, что же такое корональные, сагитальные, аксиальные срезы. Потому что на курсах нам об этом, конечно же, говорили. Но с оговоркой вам это не нужно. Вот запомните, девочки, вот прямой, вот боковой снимки. Но на МРТ мы не сможем с вами работать, если не разобрались в этих плоскостях. Будет много ошибок, переделок, много потерянного времени. И с этой проблемой мы сталкиваемся каждый раз, когда к нам приходят новые ученики. И вопрос, так как же быстро, просто, понятно объяснить, что же такое сагитальные, аксиальные и фронтальные срезы. Конечно же, самое простое это объяснить аксиальные плоскости. Это как будто вы нарезаете огурчик или колбасу кружочками. И вот тогда и появилась мысль, а почему бы на примере огурцов, сосисок весело и интересно не показать, как выглядят эти срезы тем, кто начинает учиться работать на МРТ. Что мы и стали делать. На обеденном перерыве мы делали нашим огурчиком сосиском глазки из спичек, зубочисток, всего что угодно. Резали в соответствующих плоскостях. У нас было весело, познавательно, а главное, все очень быстро запоминали, что есть что. И вот такие нарезочки у нас получались. Вот, пожалуйста, аксиальные срезы, вот, пожалуйста, фронтальные срезы, не забудьте показать вид сверху, потому что это тоже очень важно. И вот у нас сагитальные срезы. Это очень прекрасный лайфхак для наставников, и мы им пользуемся уже очень много лет. И да, и снова придем мы с вами к теме периферического венозного катетера, потому что на КТ, на МРТ контрастные препараты вводятся именно через него. Его могут ставить сами, рентген-лаборанты, если они прошли соответствующие обучения и имеют допуск к этому. А также катетеры ставят на отделениях, где лежат пациенты, либо в процедурных кабинетах поликлиник, везде по-разному, где как устроено. Катетеры, которые поставили не вы, обязательно нужно проверить, так как если катетер не в вене, или, как вы видите, на конце иглы, потому что лично я встречала такие варианты, когда приходили пациенты, а у них на кончике иглы. И вы здесь видите на слайде, что как правильно должен стоять катетер, до конюля введена наша трубочка в вену. И что может вызвать это? Конечно же, экстравазацию в первую очередь мы не хотим получить, потому что это будет недовольство пациента, а также перерасход дорогостоящего контрастного препарата. помимо правильной постановки катетера необходимо проверить проходимость катетера, вроде бы с виду он стоит правильно, а что же если он у нас все-таки не в вене, или затрамбировался. Мы его промываем, делаем это двумя способами, либо шприцем через специальный клапан, через клапан, либо мы подсоединяем нашу линию и промываем уже, и смотрим проходимость катетера, промывая через линию болезненным шприцом. Когда у вас выполняется исследование брюшной полости, мы все-таки рекомендуем проверять катетер шприцем, либо вы подсоединяете линию уже после того, как вы выполнили нативное исследование, потому что если попадет остаточный, когда вы вроде бы промываете физраствором до нативного исследования, остаточный контраст может попасть в организм, и тогда у нас получится, что врачу-рентгенологу в некоторых случаях это затруднит диагностику. Поэтому сразу приучите себя правильно. И еще там, где вы видите, что шприц через клапанный механизм промывается, в этом же самом месте очень удобно хранить заглушку от самого катетера во время исследования. контрастные препараты, которые используются на КТ, требуют подогрева, тогда их снижается их вязкость и препарат легче вводится. Нам в этом помогают термошкафы, где хранится контрастный препарат, они хранятся теплыми, готовыми к ведению, но в заправленном состоянии все-таки шприц довольно-таки быстро остывает, несмотря даже на наличие подогревающего элемента. И если вы зарядили болюсный шприц, а пациент по каким-то причинам либо не пришел, либо вдруг ему отменили контрастное исследование, тогда как можно сохранить контраст более теплым? Вы ставите шприц в горизонтальное положение, подогревающий элемент располагаете снизу, и тогда по закону физики тепло поднимается, идет вверх, и контрастный препарат остается теплым. Еще одна проблема, это проблема центрации. рентген-лаборанты старой школы делали снимки без скопии и ориентируясь на кожные какие-то проекции костной структуры. В настоящее время с приходом цифровой техники, цифровой аппаратуры этот навык стал не так актуален, потому что промазать имея прицельную скопию очень сложно, а ведь были времена, когда рентген-лаборанты делали снимки забедренных суставов на пленочке 18 на 24 слепую и никогда не промазывали. При МРТ исследованиях нам при укладке пациента также нужно производить центрацию и производим мы ее в центр исследуемой области. И вот тут-то нам на помощь приходит знание уклада классического рентгена. Давайте остановимся на некоторых из них. тазобедренный сустав. Я просто очень хочу зачитать выдержку из укладок кишков сквозь атласа как найти тазобедренный сустав, потому что просто послушайте какая красота. Расстояние между верхней передней повздошной остью и лобком бугорком разделить на три равные части. Проекция головки бедренной кости находится на 2 см ниже точки лежащей. На границе наружной и средней третьей указанного расстояния именно на нее центрует пучок рентгеновского излучения. Вот я не знаю ни одного рентген-лаборанта, который бы пользовался этим, потому что это даже невозможно по-моему разобраться, что мы тут вообще прочитали. Но зато у нас есть прекрасная кожная проекция. Мы прощупываем пах, находим точку пульсации бедренной артерии, именно это всегда является центром исследуемой области. И вот старые рентген-лаборанты нас учили именно так. Пощупал пах, нашел пульсацию, вот вам, пожалуйста, тазобедренный сустав. И на данном слайде вы можете видеть, что головки тазобедренных суставов на локолазере находятся точно в центре. И значит, что эта методика работает и на МРТ. И не нужно никогда стесняться щупать наших пациентов, потому что на МРТ это жизненная необходимость. Малый таз. Малый таз очень прекрасным ориентиром для определения центра является передняя ость. Она прекрасно прощупывается даже у полных пациентов, и вы всегда попадете в центр, не нужно будет тратить время на дополнительный локолайзер, либо на передцентровку пациента. И здесь вы тоже видите, что органы малого таза находятся в центре нашей картинки, так скажем. Брюшная полость. Брюшная полость, линия центрации у нас на один-два пальца выше гребней подвздошных костей. Я хочу вам рассказать курьезную историю, когда я пришла работать рентген-лаборантом без опыта, многопрофильную клинику меня поставили на урологический прием с опытным лаборантом, и основной снимок это обзорный снимок брюшной полости. Мне сказали, целься на пупок, ты всегда попадешь вот туда, куда надо. Целый месяц мы с ней работали в паре, все было отлично, прекрасный ориентир, но в первый же день моего самостоятельного приема первый же мой пациент оказался без пупка, он был прооперирован, пупка у него не было. Представьте панику, я же знаю, пупок он должен быть, но его нет, и поэтому с тех пор точно знаю, что пупок ориентир ненадежный, и лучше все-таки ориентироваться на гребни подстошных костей. Еще один момент, это использование датчиков дыхания, потому что некоторые программы на МРТ, исследования брюшной полости, МРХПГ, почек, мы выполняем не на задержке дыхания, не на командах, а с использованием триггеринга, когда аппарат сам подстраивается под дыхание пациента, и для этого нужна адекватная амплитуда датчика дыхания. И если мы сильно прижмем датчик катушкой, как видно на нижней картиночке, у нас получится неадекватная амплитуда и исследование, аппарат не будет сканировать, не проведет данную программу, которая нам нужна. Картинка тоже внизу, там видно, что верхний такой нитевидный, вот это как раз датчик дыхания, а внизу очень красиво датчик ЭКГ, пульс. И на верхней картиночке, что же мы рекомендуем делать, да, что когда вы прикрепили, не очень туго затянули, спокойно затянули, закрепили датчик дыхания на пациенте, проложите поролоновыми подкладочками на МРТ очень много различных вот этих вот у нас всякого вида подкладочек, и после после этого уже располагайте сверху абдоминальную катушку, но перед тем, как завести пациента в аппарат, нужно все же таки вернуться и посмотреть, насколько амплитуда адекватна для того, чтобы вам потом не пришлось вывозить пациента и снова перецентровать, перекреплять вот этот датчик дыхания, чтобы была адекватная амплитуда. Еще есть проблема, иногда встречается у рентген-лаборантов, это центрация коленного сустава. Здесь тоже нужно центрировать так же, как и в классическом рентгене, мы находим нижний край надколенника, это всегда является центром, помещаем, нижний край надколенника у нас должен быть в центре катушки, и тогда вот на локалайзерах, что представлено на картиночках, вы видите, что наша коленочка, она находится именно в центре картинки. Как проще всего вы дома вечером посмотрите, пощупайте свое коленочко, поищите этот нижний край надколенника, и у вас не будет проблем и с пациентами. Перейдем мы с вами на КТ сердца, и начнем с того, что крепление датчиков ЭКГ. Есть два варианта, когда мы крепим на грудную клетку, и есть вариант, когда мы крепим верхние пару датчиков, крепим на верхние конечности. Чаще всего мы такое применяем у мужчин, потому что они иногда повышенные растительности бывают, у нас нечем побрить грудную клетку, скажем, тогда мы прикрепим на руки и выберем наименее волосистое место, чтобы и внизу прикрепить. Здесь один у нас пациент без одежды, второй в одежде. У нас иногда бывает очень холодно, потому что все-таки кондиционеры наши работают мощно, и бывают какие-то моменты, мы не всегда снимаем футболочку, маечку с пациентов, потому что это тоже можно оставить, в этом ничего нет, что обязательно раздеть полностью, одежда нам в данном случае мешать не будет, но вот такие варианты крепления датчиков у нас есть. еще по сердцу хочется сказать, что у нас в центре есть два протокола сканирования, когда мы используем только фронтальная топограмма, либо у нас две топограммы, фронтальная и сагитальная. В таком случае мы можем выставить границы нашего сердца, так, чтобы все исследование у нас сразу же попало в центр нашего исследования и не нужно было делать дополнительные реконструкции, терять на это время. Исследование сразу же получается хорошим, то, которое можно уже описывать доктору без дополнительных реконструкций. Если в протоколе только одна топограмма фронтальная, то тогда нам на помощь приходит боковой луч. Мы его выставляем по верхней третьей подмышечной линии и тогда у нас получится прекрасное исследование, где сердце будет точно в центре исследования, не нужно будет делать дополнительных реконструкций. Наша работа это что на КТ, что на МРТ, это нескончаемый конвейер, мы порой не успеваем задумываться, работаем так, как нас научили, как нам показали аппликаторы, старшие товарищи, а с учетом того, что наша аппаратура очень дорогая, мы работаем бережно, особо не экспериментируем. И вот в нашей практике на МРТ мы довольно-таки часто, ну не часто, но встречаем пациентов с болезнью Бехтерева, с различными анкилозами, тяжелыми сколиозами, пациенты после травм, после операции, вынужденное положение у них головы, они не могут распрямиться. И таким пациентам мы иногда не могли выполнить в стандартной укладке исследование головного мозга, например, или шейного отдела позвоночника. Но всегда витала мысль, ну хочется же этим людям помочь, как-то бы вот это что-то надо сделать. И вот совершенно недавно появилось решение, может быть, года два уже прошло, что мы придумали такое, что не делать стандартную укладку, как полагается, что мы делаем, у нас есть выемка, куда вставляется, катушечка, мы возвращаем обратно все наши головная катушка, мы ее поднимаем, вот, например, еще есть справа картиночка, где просто подкладываются поролоновые подушечки, и тогда пациент располагается, он может вместиться в эту катушку, и сейчас, вот, с учетом того, что мы стали для таких пациентов поднимать нашу головную катушку, мы практически всем, каждому с аналогичной проблемой исследования выполняем, есть, вот, вот у нас стандартная позиция, когда в выемке находится катушка, и когда она приподнята, видите, пациент, который не может распрямиться, у нас прекрасно вошел в нашу катушечку, есть еще одно, обратите внимание, да, что локалайзер у нас получился срезанным, вот этого бояться не надо, потому что вы делаете дополнительный локалайзер, и вы видите, что у нас получилось, все локалайзеры получились ровно в центр, мы просто сдвинули исследование в центр, головной мозг у нас находится по центру, есть еще одна такая проблема на МРТ, что, или даже сказать не проблема, а правило, что мы выполняем аксиальные срезы головного мозга относительно клева и валика мозолистого тела, на данном слайде представлено, как просто и быстро сделать, выставить эти аксиальные срезы на голове, каждому, ну вот я, например, лично каждому пациенту выставляю аксиальные срезы, и верхний край, я сначала выравниваю их, поэтому по мозолистому клювую валику мозолистого тела, а потом уже этот слайд поднимаю так, чтобы охватить весь головной мозг, таким образом тратится меньше времени на построение аксиальных срезов. на КТ мы тоже сталкиваемся с проблемой, когда смотрим головной мозг, BCAA, например, с тем, что у нас не всегда получается очень ровно положить пациента, тогда нам на помощь приходят новые технологии, вот, например, в нашем центре мы 3D-реконструкции делаем каждому пациенту, чтобы выровнять любую погрешность в укладке пациента, и чтобы, например, смотреть динамику мы будем, и у нас также динамическое будет наблюдение, что примерно в той же самой позиции будет выполнено исследование, поэтому просите ваших аппликаторов включать 3D-реконструкции в протоколы. Так, ну, еще немножечко КТ, это исследование стоп, на МРТ для этого есть специальные катушки, где стопа зафиксирована, исследование проходит без проблем, то на КТ таких приспособлений нет, поэтому вот у нас есть такой выход из положения, можно взять коробочки, коробки из-под контраста, делается упор головную катушку, ножки упираются об эту коробочку, и мы выполняем прекрасное исследование, и наши доктора получают хорошие красивые снимочки. Так, ну, еще одна проблема, это нередкое исследование на КТ, это исследование молочных желез у женщин, да, онкологию, и при этом, когда полные женщины, возрастные, с уставшей грудью, да, то вы видите, на топограмме молочная железа не вошла в наши границы, грудь, есть, если мы видим, что пациентка полная, большая грудь, то нам сразу же есть прекрасные методы, это наши ремни фиксации, грудь мы приподнимаем, фиксируем вот это, с этими самыми ремнями, и вы видите уже на снимочке наша молочная железа, вся вошла, доктор посмотрит, и пациент у нас не уйдет без исследования, но если оказалось так, что вдруг в вашем аппарате почему-то нет этих ремней фиксации, то тогда у нас есть куча всяких вариантов, мы можем одноразовую пеленочку, простыночку провести под телом пациента, точно так же прижать грудь и завязать узлом на груди, можно в футболочках, маечках также стянуть молочную железу, завязать либо одноразовым жгутом, либо бинтиком, можно подклеить лейкопластырем, очень много есть вариантов, поэтому пользуйтесь, молочные железы должны быть обследованы правильно. Так, ну еще одна есть проблема, это клаустрофобия, распространена она на МРТ, часто встречается, ну не часто, но встречается на МРТ, гораздо реже, но все-таки встречается и на КТ, как мы можем преодолеть данную проблему? Это, конечно же, разъяснительная беседа с пациентом, надо показать аппарат, продемонстрировать, что у Гентрии нет дверей, что будут громкие звуки, если они пришли с сопровождающими, сразу же привлечь их, потому что надеваем наушники, вредности и радиации на МРТ нет, поэтому родственники у нас сразу же мы их сажаем рядышком с тревожными пациентами, у нас проходит исследование, вот, поэтому можно применить и датчики пульса, поэтому если пациенты знают, что к ним что-то всего много прикрепили, датчики пульса, датчики дыхания, все что угодно, они знают, что за ними смотрят, наблюдают, мониторируют, во время самого сканирования можно говорить, что вот эта программа будет столько-то минут, столько-то секунд, в зависимости от того, предупреждаем заранее, что будет столько-то всего программ, ну и, конечно, желательно перед исследованием, перед тем, как вы положили пациента в аппарат, занести его данные на консоль аппарата, чтобы по минимуму он провел свое время в аппарате на исследование. И, используя все эти наработки, мы снизили количество невыполненных исследований проблемным, тревожным пациентам до единичных случаев в год. Ну и заключение, лайфхаки, в жизни рентген-лаборанта порождает суровая действительность. Нам порой бывает некому подсказать очевидные вещи. Проходит много времени, когда приходит озарение, когда, что, оказывается, так тоже можно было сделать, что так проще. Очень многие вещи уходят корнями в классический рентген, поэтому не надо про него забывать. И лайфхаки направлены на улучшение жизни рентген-лаборанта, так как упрощают нашу работу, сокращают время исследования и позволяют выполнять сложные, нестандартные исследования. А все эти находки, все эти лайфхаки, которые придумывают рентген-лаборант, поднимают его самооценку, делают думающим и грамотным специалистом. Спасибо за внимание. Спасибо, Лариса Геннадьевна. Очень интересный доклад, самое главное, что по ангиографии. Да. У нас вообще уникальные школы по рентген-лабораторному делу. У нас всегда какой-нибудь третий или четвертый доклад вообще левый, посторонний. Почему левый? Я говорила про катетеры. Неважно. Все время какой-нибудь посторонний такой, наверное, для разбавления. Вот у нас, к сожалению, выпал доклад, еще по молочной железе, здесь был четвертый. Так вообще была катастрофа, да? Ангиография, и тут и то, и то, и то. У нас всегда так, чтобы раз, и люди сразу оттянулись, и не увлеклись слишком темой встречи, да? Вот тут есть вопрос в чате, да? вот вы упомянули термошкаф для подогрева контрастного вещества. Он поставляется с аппаратом или приобретается отдельно? И можете ли его нам выслать? Объясните, как он выглядит. Приобретается отдельно, и это, конечно же, приобретает руководство, этим занимается. заведующие отделением ночмеды по лучевой диагностике, это в их компетенции. Я выслать термошкаф не смогу, нам нужен он сам. Но чтобы свой отправили, а сами бы подогревали по-другому. Но люди же просят. Под мышкой больного. Они же не просят, они не пишут, откуда они, но они же просят, может, им нужнее. Может быть, он нужен всем. Хорошо. Я уточню. Про термошкаф. Если он, собственно, покупается, да, это я знаю, и он выглядит, как маленький дверью. Но на самом деле, что можно сделать, это лайфхак. Это приспособление для подогрева бутылочек у детей. Они есть тоже различных диаметров и, в принципе, стоят не так дорого, как термошкаф, но работает точно так же. Там выставляется температура, там стоит контраст, и он всегда имеет определенную температуру, такую, как нам надо. Вот, поэтому вот гораздо проще поставить, и он мало места занимает. Вот термошкаф, это прям большой шкаф, я не знаю, там должен быть большой поток. Если, например, все опять же, да, зависит от потока. Если мы делаем только на одном аппарате 15 контрастных исследований, я думаю, мы с бутылочкой, с термоподогрева для бутылочек, Там, наверное, что к 6 входят бутылочки для контраста, вот в эту вот, вот в эту подогрев. Ну, я знаю, что раньше, например, грели и в ковшике с горячей водой, это тоже было. Вот, если вот прям очень надо, если хотите, то купите вот обычный для подогрева бутылочек, и тоже очень хорошо. Лариса Геннадьевна, лекция «Огонь, мое почтение». Олег Николаевич вам передает привет. А тут много таких всяких Олегов Николаевича, целый список, которые вам передают привет. Очень приятно, очень приятно. Пишут про огонь. Я вот, если все-таки мы отправим термошкаф из Алмазова, вот Елене Ивановне, я думаю, ничего страшного не будет. Если мы отберем у детей подогрев для бутылочек, будет катастрофа, мне кажется, жалко их, да? Жалко детей, да. Ладно, спасибо большое за ваш доклад. Спросить у нас вам нечего, мы к ангиографии готовились, Мария Геннадьевна, да, нам про лайфхак... Спросить у нас что-то. спросить у вас нечего. Хорошо я сделаю. Хотите ли вы, Мария Геннадьевна, что-нибудь сказать? Вот у нас завершающая сегодня встреча, третий день, уже все устали, уже все наобщались. Мы, конечно, хотели бы общаться с рентген-лаборантами очно, да, но вот онлайн, все-таки это онлайн. Что вы хотите сказать? Вы знаете, я хочу сказать, что мы уже это обсуждали, что на самом деле залы онлайн, это тоже очень прекрасно, потому что большое количество людей, и рентген-лаборантов, и врачей в том числе, я знаю, что нас смотрят врачи, они могут подключиться. А зал, бывает, что не всегда вмещает большое количество человек, поэтому онлайн это тоже неплохо, единственное, что мы, конечно, все всегда хотим живого общения, потому что в живом общении мы всегда узнаем больше, нежели мы ответим на ваши вопросы, потому что, допустим, на какую-то часть вопроса мы ответим сейчас, а на какую-то часть она останется у вас неотвеченной, поэтому, конечно же, хочется, чтобы мы собирались все вместе, в зале обсуждали, и еще мне очень хочется, мы всегда с Владимиром Вячеславовичем говорим об этом, что если у вас есть, что рассказать, если у вас есть, чем поделиться, если у вас есть какие-то идеи, какие-то наработки, которые вы хотите преподнести в меру лучевой диагностики, улучшить работу рентген-лаборанта, мы, конечно же, будем только за. Это всегда все приветствуется, и впереди у нас несколько конференций еще, в том числе конференция, которая будет в апреле месяце, и, конечно же, мы ждем от вас каких-то предложений, пожеланий по улучшению секции, по наполняемости секции, поэтому мы будем рады диалогу, будем рады общению с Владимиром Вячеславовичем, и я благодарю на самом деле всех, кто присоединился, я благодарю всех, кто выступил сегодня, и Владимиру Вячеславовичу за идейного вдохновителя секции. Всем большое спасибо за работу, я передаю слово Владимиру Вячеславовичу. Спасибо, Олег Геннадий, но мне тоже было приятно с вами сегодня сидеть, мне было приятно слушать сегодняшние доклады, такие вот, мы все больше и больше идем к каким-то фишкам, и сегодня утренние тоже все какие-то фишки нам рассказывали, которые лаборанту помогут быть еще лучше и стремиться к призванию. Поэтому мы благодарим вас за участие, до новых встреч, все ваши пожелания посылайте на сайт СПРО, да, СПРО, их обязательно передадут нам, и мы включим ваши доклады, свяжемся на НРФ с удовольствием, мы вот просто будем ждать. Поэтому до новых встреч, всего хорошего, спасибо за работу, за продуктивную, всего хорошего. И хочется сказать спасибо техническому персоналу, который был с нами все эти дни. Первая моя секция была 8 числа в 9 утра здесь же, и заключительная моя секция здесь же, только уже 10 числа, и все время с нами ребята, которых мы, конечно же, благодарим. Спасибо вам большое. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Субтитры Алексею Дубровскому! Субтитры Алексею Дубровскому! Субтитры Алексею Дубровскому!